вот так несколько вариантов химии проверим сначала доктор маркус все короче вот так забрызгиваю закрылая только сюда генератор и валю везде везде брызгаем ну для начала еще машину прогреть до половины там градусов 60 не совсем горячая и не холодная будет сейчас пусть это все отстоится так так тачку уже сполоснули так теперь я налил вот это средство 1 к 3 разбавили посмотрим что выйдет ну пены много еще вот сколько осталось погнали дальше а 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 и и а а и у получается еще половина есть Так, пойдемте назад. Так, у нас еще полики, а потом чистка салона. Так, продолжаем. Так, все сполоснули, получается у нас вот так. Так, вот как-то так, все отмыли, тут тоже все вот чисто. Так, давайте уберем и вот так посмотрим наш немецкий флаг, распорочка. Все как положено, короче. Ну все. Как-то так. Так, помыли. Все получается. Моторный отсек тоже. Так, высушили все. Проверяем. Все, ништяк. Зажигание. Держим. Вот так заводится ухоженная бэха. Ну, в нормальных руках. После мойки. Все, ништяк. Так. 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 Этот день уже десятый, кажется, карантина. А мы все делаем бумер. Короче, снял, получается, задние сидухи. Сейчас пролезем. Сейчас пролезем. Так. Так как поставил третий стоп, надо теперь его подключить. Потом надо будет еще провести сюда антенну от телефона, которая на стекло по заводскому. Стекло это поменяется в апреле. Надо дождаться апреля. Я забираю стекло по третий стоп, все как по заводу. И сюда сверху антенна под телефон сядет. А вот сюда ее провести. Здесь ее оставить. Сейчас просто все закрою. Задние стойки. Чтобы потом их уже не разбирать. Вот электромоторы. Сейчас поставим замки. Тоже с этими датчиками. Полный комплект электроподголовников. Мотор поставил. Сейчас замки, заглушки. Проводку провел. Все уже здесь лежит. Потом вот под ЭКБ. Вот это получается тоже оригинальная защитка. Крепление заводское. Потом сюда надо будет купить двумя кнопками под подогрев. Проводка там уже лежит. Просто купить вот этот разъемчик с отверстиями под фишки. И две фишки. И поставить все. Также есть кнопка от электроштурки с проводкой. Проводка у нас тоже лежит. Вот она. Электроштурку я убрал. Но эту я оставил. Вот получается мозги от задних подголовников. Надо будет еще вот в заднее, это нижнее кресло врезать две кнопки по бокам. Слева и справа. Так. Сейчас, короче, убираем все из багажника. Будем все чистить. Так как чистил я в том году. Чистил, получается, тоже где-то в марте. Короче, каждый год перед зимой, ой, после зимы, как тачку забираю из зимовки с офиса. Она стоит там 3-4 месяца. Потом полностью всю ревизию по салону. Все снимаем, чистим, моем. Сейчас все будем снимать. Это все чистить. Позже, как откроют все рынки. Сейчас у нас все закрыто. Все на карантине. Куплю, получается. Я здесь не могу показать, как будет. Тоже похоже вот на это. Теплозавец. Но только она черная идет. И полностью ее вот здесь все заклею. Чтобы было все под один тип. Ну, красиво будет. Так что. Сейчас надо, короче, 30 стоп подключить. Подключать будем не по заводскому. По заводскому, типа, надо проводка, которая идет у нас к лягушке или куда-то. Ну, короче, подключается туда. Мы будем брать от заднего третьего стопа. Сейчас посмотрим, как у нас проводка. Либо два стопа соединяется в один, либо они идут раздельно. Если раздельно, то 50 на 50 поделим, короче. От обоих питания возьмем. Если они вместе, то тогда к одному цепляемся и все. Все будет аккуратно и красиво. Так, сейчас. Это у нас звукоизоляция под чашки. Тоже их поставил. Так, вот у нас получается блок на телефон. Это крепление я ставил. Под чейнджер. Я здесь тоже всю пуль вытрем. Все вот эти обшивки. Все-все-все достаем. Все будем чистить. Чейнджер все работает. Домкрат заводской. Только запаски нет. Надо бы запаску потом купить. Обшивка дома лежит. Я ее не снимал. Было время. Еще в том году я сюда. Ничего, так сказать. Было время в том году. Пол поставил на задний ход. Ну, короче, лет на задний ход. Просто у меня вот таких фишек много. Фишку обрезал. Лайк вставил внутрь фишки. Здесь зафиксировал клеем. И все. Также вставляется, как обычно. Ничего нигде такого колхоза нет. Зато задний свет теперь стал у нас намного ярче. И задний свет стал теперь намного, намного ярче, чем обычно лампочки. Обшивка у меня есть. Этот кожух под инструменты есть. Инструменты только полнабора. Чуть попозже сейчас, как через месяц, я полный набор закажу. Будет полный набор в оригинале. Ну, сейчас будем подключать третий стоп и проводить антенну. Короче, туда. От телефона. Все щифки снимем и все будем мыть. Так что ремонт продолжается. Ну, не ремонт, а доработки. Так, сняли мы домкрат. Получается подкатник. Ключ баллонный. Потом вот я покупал крепление для ключа баллонного. И тут сверху идет выемка, тут резиночка. Все, сейчас снимаем и начинаем чистку. Так же в середине, ну, в конце, концу осени была приобретена ласточка. Оригинальная, с черными ноздрями. Так же поменял поворотники на заводские, получается, рыжие. В дальнейшем будет замена полностью молнии как переднего заднего бампера, а точнее заднего бампера. Все молнии будут куплены под American Style. Так, вот наша распорка. Компания Net Motorsport. Полностью все отмыл я. Все под капотку. Все какие нужны были заглушки. Я, вроде, в том году уже все купил. Все, что надо. Все уже стоит. Так же вот вынес, если не забыли, регулятор холстого хода из-под впуска. Сюда вынес через переходничок. Чтобы легче было. Достал, почистил, поставил. Чтоб не заморачиваться. Все. А остальное все по заводскому. Все стоит, все работает. Так же была заменена трапеция осенью. Тоже взял привозную. Гайки, которые большие идут, были куплены оригинальные. И прокладки под них по трапецию тоже были BMW оригинально куплены. В будущем будет чуть попозже замена переднего стекла. С полностью покраской проемов. Тоже самое и заднее. В апреле будет приобретено заднее стекло. Сейчас заднее стекло. Заводское. Заводское. Получается под третий стоп. Вот здесь идет такая шелкография. И тут под антенну. Под телефон. И тоже будет все прокрашено. Вот так у нас выглядит заводская шторка. Механическая. Так что как-то так. И вот разобрал получается все. Все теперь помыл. Все обшивки надо будет здесь все от пыли тоже помыть. Потом вот это все черным залепить и будет нормально. Вот получается у нас антенна которая идет. Она клеится на заднее стекло наверх. Вот так. Провод этот уходит под этот. Под потолок он уходит. Вот сюда она получается. Подключается антенна. Сюда вставляется сим-карта и отсюда уже уходит. Там у нас заводской усилитель на Hi-Fi. Это крепление под ченджер. Который ставится. Вот так. Большой такой. Я взял. Это вроде на японский. Но на японский рынок шли. Это с японской машины я забрал. Получается он на полку крепится. На заводских креплениях. Это вот заводской ченджер. Все рабочее. Давайте посмотрим. Все внутри идеально чисто. вот сюда мы вставляем диски. Тут у нас идет нумерация по дискам. Это проводка на подсветку багажника. Лампочку еще не нашел. Чуть попозже. Здесь тоже все заклеится. Так. Получается задний третий стоп я подключил на провод, который идет с задних стопорей. Вот эта фишка. Тут провод идет. Сейчас. Черно-зеленый. Вот он. Черно-зеленый провод. Он здесь один. Так. Получается он отсюда. Черно-зеленый провод проходит у нас вот здесь. Под вот этой обшивочкой. Подключается все вот сюда. Два контакта. Сейчас покажу. Вот сюда заходит контакт с правой фары. И один контакт уже уходит туда. В блоки. Ну, в проводку. Так. Тот провод. Черно-зеленый. Проходит вон там. Заходит вот в эту заводскую закушку. Выходит вот здесь в косе. Эта коса у нас по хай-фаю. Вот еще вот слева есть коса. Черно-зеленый провод. А здесь он выходит. Сюда я, получается, поставил заводскую. Я вот такие целую кучу взял. На магнитоле стояли. На бэховских, на заводских. Это не скрутка. Здесь проходит вот, например, черно-зеленый провод. А сюда вы просто врезаете свой провод. Переходничок и все. Не надо ничего поедать. Никаких скруток. Просто два провода соединяются. Там идет металлическая посерединке. Сейчас открою. Получается тут, видно, вот металлическая нержерезка. Внутрь вставляется провод. И все. Вы все это защелкиваете потом. Изоленты вот так. На всякий случай так. Обмотали тканевые. Все. Все как по заводу. И третий стоп у нас подключен. И вот получается от универсала. Сюда потом крышки надо будет купить. Это под универсал крепления. Это под седан. Я сделал на всякий случай. Крышки все куплю и поставлю. Получается вот конец отрезан. Но ровненько. И сверху железочка. Так что вот так. Так что это я сам уже сделал. Так сказать колхоз. Вот так все целенько. Так. Еще занимаемся заменой водительского ремня. Он чуть был пошорпан. Но можно было есть там. Не критично. Все работало. Просто купил еще в декабре. С привозной машины получше. Чтобы снять ремень. Короче снимаем вот эту верхнюю. Вот эту снимаем. Оттуда оттуда по углам отгибаем. Лучше это убрать. Потому что водительскую ну потяжелее будет. Убираем. Который прижимает уплотнитель. Потом. Вот у нас это. Крепление. Снизу два идут. Это. Получается. Вот здесь. И вот здесь. Отщелкиваем. Ну верхних у меня не было. Легко все. Вот тут. А. Вот таким болтом. Насколько. Сейчас скажу. На 16. Да. На 16. Сейчас точно. 16 или 14. Уже не помню. Так. На 17. На 17. Откручиваем. Достаем весь корпус ремня. Не забываем. Тут еще иголочку его зафиксировать. Ну чтобы он не ушел. Если хотите. Например. Помыть его. Потом. А тут. Идет вот так. Тоже. Перед ремень. Он там внутри проходит. И вот здесь. Вот такой. Гаечкой. Фиксируется. Тоже ремень. Пластмасточкой. И потом уже. Поднимаем. Получается. Водительское сидение. В нижней сторону. Ну у кого лета. Полностью. Поднимаем. На механическом. Не знаю. Есть. У нас нету. Подъем сзади. Там идет вот такой болт. На 11 головку. Выкручиваем. Он вот сюда. Сейчас если видно будет. Сейчас вспышку включим. Вот сюда. Короче. Болт вставляется. И сюда от ремня. Фиксатор. Откручиваем. Не надо снимать вот эту пластмаску. Все аккуратно. Так же выходит. И так же потом. Вставляется. Так что. Вот как то так. Сейчас еще ремень. заменим. Полку поменяли. Сюда у нас есть. Эти крепления. Вот так. Пластмассовые. Сюда пока ставить не буду. Потому что. Поставил электромотор. Провел всю электро. Ну проводку. Но у меня один подголовник рестайловый. А второй. До рестайла. Надо найти оба рестайловых. И потом уже оба ставить. Так что. Вот так это все выглядит. Наконец-то. Спустя. Почти пять лет. Полка появилась. Ха-ха-ха. Так. Вот наш ремень другой. Помыли его сейчас. С Ванейшем. Совсем как положено. Почистили. Похоже потом старый ремень. Этот полностью весь чистенький. И. И нету тут всяких. Заскоков. И. То что ткань собиралась. Все. Как положено. Все пластмасски. Все. Все целое. Так. На моей. На старой. Вот этой сверху защитки не было. Там уже была ржавчина. Так что. Помыл тоже все. Отпыли все. От этого. Сейчас будем ставить. Тут смазываем тоже. Механизм. Когда сиденье двигается. Вот это тоже. Вверх-вниз. Так. Так. Это наш ремень безопасности. Пассажирский. Справа. Я уже их менял тоже до этого. Сейчас помыл. Его менять не буду. Что он. Все нормально на нем. Вот этот новый. Который я первый помыл. Туда. Не смог поставить. Потому что. Оказывается. Есть у них разница. Пассажирский. И водительский. Уклоны разные. Получается. Чуть-чуть вправо. Там идет чуть-чуть влево. И из-за этого. То, что разные уклоны. Да. Они по корпусу одинаковые. Уклоны. С пассажирской. Ставишь на водительский. Ремень. Не отщелкивает. Чуть-чуть стоит его наклонить направо. Отщелка идет. Так. Что. Вот в чем разница. Так. Что они разные. И пассажирский. И водительский. Я тоже поставил другой. Который покупал. Конечно. Вот этот пассажирский намного. Ну. Получше. Но ничего страшного. Тот тоже целый. Все нормально. Так что. А вот этот. Который сейчас снял. Я его оставлю. Потому что. Этот тоже. Я просто помыл. Сейчас его. Именно сам ремень. Он. Все целое. Так что. Разница есть. Между пассажирским. И водительским. Так что. Вот. Как-то так. Не работает отчелок ремней. Если просто поменять местами. Даже если вот. Вы разбирали. Ну. Забыли. Ничего страшного. Можете потом просто перекинуть их. И проверить как. Ну. Или на бок. Там наклонить. Лево. Вправо. Оказывается. Вот из-за такой мелочи. Бывает такое. Кто же знал. Сейчас. Короче. Получается. Ставимся. Вот эти. Верхние заглушки. Все. Как положено. Наконец-то. Так. Сегодня еще. Получается. занялся. Поменять фильтр. Наконец-то. Фильтр на печку. Ну. Короче. Салонный фильтр. Менял его года. Два назад. Ну. Я практически не ездил. Я за год всего там. Шесть-семь тысяч намотал. Вот так. Стало. С ним. Так. Там вроде. Да. Снутри. Ничего. Ну. Снаружи. Где. С улицы. Он уже забитенький. Весь. Взяли новый. Бардачок. У меня уже был снят. Верхняя крышка. Тоже уже была снята. Потому что. На перешиве. Я снял вот эту вот. Получается. Где фонарик вставляется. Боковую. Воздуховод снял. Мозги печки вытащил. Ну. Чтоб поудобнее было. И я убирал. Получается. У себя кондёр. У меня тут нету. Этого. Тоже. Не радиатора. А сушитель. Как он идёт. Вот здесь. Короче. Ставится. Типа тоже на радиатор похож. Я его убрал. И мне легче. Теперь с ним. И фильтр доставать. И всё. Потому что его нету. Снимаем крышечку. Полностью внутри. Всё прочищаем. Чтоб всё чисто было. А так. Печка. Залон. Фильтр. Вон там. Находится. Справа. Так что мне с этим полегче. Я. Ту крышку снимаю. Которая идёт на фильтр. И вот эту. Потом. Покороче. Рукой. И процессом пролазим туда. Всё. Учищаем. Химию. Вымываем. И всё. Теперь. Чистенько. И новый фильтр ставим. Вот. Как-то. Вот так. Так. В этот раз. Когда. Пришёл фильтр. Салонный. Не было. Вот тут. Получается. Не было. Здесь. Уплотнительного. Ну. Губки. Или что. Была. У меня. Вот такая. Уже. Купленная. Заранее. В магазине. Год назад. Может. Полтора. Так. Для всяких случаев. По периметру. Наклеил. Сейчас внутрь ставим. И всё. Ништяк будет. Вот. Так. Идёт. Вот. Так. Сказать. Проходят. Входные.